Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Кремниевая долина» на Днепре. Я ее постоянный автор и ведущий Андрей Дмитрук. Посвящена эта программа несколько необычному аспекту науки, точнее прогнозированию науки, а еще точнее отражению науки в культуре и искусстве. Ну, что является одним из главных символов стремительного научно-технического прогресса нашей линии? Это космические полеты, завоевание космоса. Но, оказывается, у технического воплощения этой мечты человека давней была огромная многотысячелетняя увертюра, когда люди фантазировали, мечтали, представляли себе, как они вырутся за пределы Земли, и все это было отражено в мифах, легендах, сказках, а впоследствии в романах, повесях, рассказах фантастов и, наконец, в кинематографе. И обо всем этом, хотя, конечно, кратко, ибо это громадная история, мы сегодня поговорим с нашим гостем. Хочу вам его представить. Евгений Леонардович Гороховский, кандидат исторических наук и специалист как раз в той теме, которую мы сейчас заявили. Итак, Евгений Леонардович, с чего началось литературное воплощение мечты человека о том, чтобы вырваться в космос? Ну, все очень просто. Началось, так как и вообще вся, так сказать, культура человечества, это все началось в литературе древних цивилизаций. Отчасти восточной, поскольку там в древневосточной литературе, в эпосе Горькомеша, в частности, речь идет о неких полетах на птицах, на громадных птицах человека, соответственно, масштабы можно себе представить, но улетали ли они за пределы Земли, того никто не знает. Из текста этого, как говорится, не выплывая по-украински. А все-таки совершенно определенно космические полеты описаны были во II веке по Рождестве Христову греко-римским, родом из Сирии, правда, писателем Лукьяном. Вот можем сейчас посмотреть, так как представляли его себе люди эпохи барокко, люди XVII века. То есть это не настоящий его внешность? Это не настоящий. Апокрифический портрет? Никто не знает, как. Вообще-то он был такой довольно любопытный человек, философ, риттер, сиборит, эпикуреец. Любитель хорошо пожить. Любитель хорошо пожить. И это все отражено в его творчестве. Но в двух своих книжках, одна из них называется «Икароменип», а вторая называется «Правдивая история», он описал два полета, причем проходившие совершенно по-разному. В «Икароменипе» герой приделывает себе крылья птиц. Ну, и «Икар», собственно. Ну, фактически, да, превращается как бы в «Икара», это не самый «Кар», это именно «Икароменип», и улетает за пределы Земли. А вот в «Правдивой истории», в этой самой «Правдивой истории» там все интереснее и сложнее. Герой плывет на корабле, начинается страшная буря, и словно домик той самой девочки Элли из «Волшебника изумрудного города», подхватываемый ураганом, который уносится в волшебную страну, этот самый корабль с парусами обычный парусник античный, вот это вот самый на веслах, уносится на Луну. На Луне герой принимает активное участие в событиях, там идут «Звездные войны» первые в истории тоже. Вот откуда они берут начало. Да, жители Луны воюют, так сказать, с «Империей Солнца», воюют они вроде бы за Венеру или что-то в этом роде. Ну, в общем, короче говоря, там происходит такой авантюрный сюжет, книжка довольно интересная. И надо сказать, что вот эти самые две книги Лукьяна, вот сейчас можем посмотреть на… Вот, вот этот самый Караменип с приделанными крыльями, ну вот, ну, можно себе представить любой парусник, который улетает. Дело в том, что идею с улетанием парусника на Луну, вот потом повторяет барон Мюнхгаузен во втором своем лунном путешествии. Там тоже начинается буря, ураган, и корабль с бароном Мюнхгаузеном улетает на Луну. Какий плагиатор был господин Распе? Ну, и Бюргер, и Распе. Ну, это нельзя назвать плагиатом. Дело в том, что вообще все подобные сюжеты в литературе эпохи Возрождения, барокко и рококо, то есть литературе 15-го, 16-го, 18-го, 18-го века, они так или иначе зависят от античной традиции, безусловно. Ну, что нам доказал и Шекспир, собственно. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, и поэтому в основном, если речь идет о полетах, то полеты проводятся или с использованием птиц, или других каких-то живых организмов. Допустим, в поэме великого итальянского поэта Лодовика Ариоста герой улетает за пределы земли на некоем гиппогрифе, то есть помеси лошади и грифа птицы. На каком чудовище большом. А герой романа английского писателя Годвина, начало 17-го века, вот сейчас мы посмотрим, вот он на каком механизме, так сказать, сидит на какой-то палочке. Волшебные птицы уносят его на Луну, тоже на Луну, это полет на Луну, вот, и вот парус на всякий случай, там, видимо, какие-то космические вихри. Для использования космических течений. Да, для использования космических течений. Вот, где вообще надо сказать, что таких вот, эта книга была очень модной. Книга Годвина. Книга Годвина, да, в свое время она была очень модной, она читалась, и так или иначе, значит, через некоторое время после нее аналогичные сюжеты в своих книгах, в полетах за пределы земли, значит, развивал другой англичанин Уилкинс. Вот, вообще-то говоря, оба они были, кстати, священники, англиканские, и Годвин, и Уилкинс. Хотели таким образом приблизиться к Богу. Да, 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 совершенно верно. Ну, как-то так, в общем. Но дело в том, что, вообще-то говоря, у людей эпохи Возрождения, барокко и рококо, очень прочно утвердилась в сознании идея появившейся еще у античных стоиков, но отчетливо сформулированная впервые, пожалуй, Джордана Бруно, идея множественности миров и их обитаемости. Отсюда как бы уже вытекало, выплывало то, что этих миров можно достичь, можно войти в контакт с их жителями, ну, будь то мирные контакты, будь то дружественные, будь то недружественные, это уже зависело от воли автора. Но все, ну, вот механизмы, с помощью которого это все делалось, они все-таки крутились долгое время в пределах, так сказать, биологической. Либо это стихийное явление природы. Да, 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 либо стихийное явление природы, которое уносит абсолютно реальный рукотворный предмет, корабль. Тем не менее, Евгений Леонидович, мы считаем, собственно, в литературе, очень часто можно встретить у литературоведов, что вот подобного рода модели, пусть даже чрезвычайно наивные, они были техническим заданием на будущее. То есть постепенно авторы перешли от, так сказать, от своих несбыточных надежд на птицу или на ветер, они перешли все-таки к каким-то техническим проектам, к каким-то машинам. Вот кто был первый, интересно, в этом? Ну, наверное, так сказать, ну, не то чтобы первый, но предтеча, и вот сейчас следующую картину. Посмотрим. Вот. Предтечей всего этого, или первым, если угодно, был великий французский мыслитель, поэт, бретер, гасконец, вардеин, дуэлян, все равно де Боржирак. По некоторым сведениям, друг Д'Артаньян. Ну, они современники, во всяком случае. Да, по крайней мере, современники. Вполне, так сказать, возможно, что исторический Ренон де Боржирак был знаком с лейтенантом, а потом капитаном королевских мушкетёром, Шарлем де Бац, Д'Артаньяном. Шевалье Д'Артаньяном. Да, Шевалье Д'Артаньяном. Ренон де Боржирак был, но не оставил нот, он был философом, но книгу он не оставил. Это неверно, он оставил несколько книг. Я кончил пятницей в субботу, убит поэт Д'Артаньян. Совершенно верно, да. Так вот, две книги, которые он оставил после себя, непосредственно касаются нашей темы. Так, и что же? Значит, это вообще диалогия. Называется она «Иной мир». Первая называется «Государство империя Луды», вторая – «Империя солнца». Так вот, как раз в первой книге Серано описывает целых пять способов достижения, так сказать, вернее, пять попыток с помощью разных приспособлений выхода за пределы земного тяготения, за пределы земной атмосферы и достижения Луны. Но попытки эти уже с помощью артефактов? Да, попытки с помощью очень своеобразных артефактов. Первая попытка состояла в том, что он обвешивал себя, сосудами, стеклянными склянками, наполненными утренней росой, и по мере испарения росы он взлетал и пытался, так сказать, но у него не получилось выйти за пределы земного тяготения, он приземлился из Франции в Канаде. Вот там, в Канаде, он построил машину. Уже машину. Машину, да. Крылатую машину. Вот это она как раз. Вот это она изображена здесь, на этой картинке. Он построил крылатую машину в качестве движителей или двигателей, которые использовали пороховые ракеты. Не дурно. Да. Вплоть до, по сути дела, Циолковского. До Кибальчича. До Кибальчича или Циолковского. Никому в голову не приходило использовать. Но всем давно известные и на Востоке, и в Европе, как шутихи, как какие-то средства для развлечений, фейерверков. Или военные. Орудия китайцы это применяли для войны. Да, да, да. Ну, в Европе их, в общем-то, не применяли для войны. В основном, только в 19 веке начали применять. В общем, во время Крымской войны, кстати, русский инженер это сделал. Так вот, как раз с помощью этих ракет, это была вторая попытка. Вот, он взлетел подальше. Но, в общем, пороху там чего-то не хватило. Там все равно он упал, побился. Намазал себя бычьим жиром. И вдруг Луна, как раз Луна вошла в полнолуние, и она его притянула. То есть, бычий жир притянулся к Луне. Да, был притянут к Луне. Хорошая фантазия. Да, на Луне... Когда не хватило топлива, он прибегнул к бычьему жиру. Да, к бычьему жиру. Это вот третье было. Третий способ. А еще два способа были ему открыты на Луне. Уже селенидами. Не селенидами, нет-нет-нет. Там он встретился, так сказать, в процессе своего путешествия. То ли духовно, то ли физически. Это не очень ясное изложение автора. Он встретился с библейскими святыми. Он встретился с Енохом. И встретился с пророком Ильей. Ну, потом с апостолом Иоанном тоже. Они оказались подкованными в технике. И кое-что ему объяснили. Ну, там, значит, у них есть определенные... Нет, это не технические средства. Но это всякие такие чудесные методы выхода, так сказать, за пределы земной атмосферы и достижения, скажем, такого земного тела, как Луна. Вообще, космические путешествия на другие планеты в литературе вплоть до XIX века в основном крутились вокруг двух небесных тел. Это Луны и Марс. Конечно. После Серано было еще написано немало книг, где герои куда-то там летали. Евгений Леонардович, давайте мы с вами не будем касаться того, что уже называется научная фантастика. Потому что это, как говорится, уже другая история. Вот до Уэллса, до Жюля Верна, до тех, кого мы считаем родоначальниками космической фантастики, кто уже описывал аппаратурные полеты, более-менее наивные, но все-таки уже с помощью космических аппаратов. Кто еще, кроме Серанода Баржерака, предложил какой-нибудь интересный, пусть завиральный, пусть бредовый, но проект? Ну, пожалуй, наверное, никого так особо назвать нельзя. Эдгар По. Да, Эдгар По, стоп. Эдгар По – это особая статья. Дело в том, что в эпоху Эдгара По уже использовалось такое изобретение, уже такое чудо земной техники с конца XVIII века к воздушной шаре. Ага, Монгольфьеры. Монгольфьеры, совершенно верно. Так вот, герой Эдгара По использует именно воздушный шар для того, чтобы выйти за пределы земли. Это особой какой-то конструкции, там не очень ясно. Дело в том, что вообще произведение Эдгара По, оно пародийное. Необычайное путешествие Ганса Пфайля. Совершенно верно, да, в 1830 каком-то году оно было написано. Пушкинские времена. Пушкинские времена, совершенно верно. Но там интересно как раз другое. Дело в том, что по времени публикация этого произведения, это, кстати, очень подвело автора, совпало, наверное, с первой в истории такого вот массового воздействия на общественное мнение, когда вся американская мыслящая публика, и не только мыслящая публика, вдруг позабыла о текущих каких-то проблемах, о росте центов, о каких-то родимых пятнах капитализма, и начала рассуждать о существах и обитателях Луны. Дело в том, что как раз в 1830-х годах в газете «Сан», в американской газете «Сан» начала публиковаться серия статей о эпохальных открытиях, которые якобы были сделаны великим английским астрономом Гершелем, который, конечно, ни сном, ни духом об этом не ведал, о том, что на Луне... — Пресса верна себе, да? — Есть цивилизация, да. Обубликовано было шесть статей, причем тиражи этой газеты взлетели до совершенно космических масштабов. — Почему же это и было? — Совершенно верно, да. Так вот, Луна, согласно этой афере, согласно этой мистификации, была населена некими мышелюдьми. — Мышелюдьми. — Это были люди с крыльями, как у летущих мышей. У них там была какая-то своя цивилизация, какие-то свои, так сказать, нравы. Все... Публиковались картинки, гравюры, в общем, все это очень любопытно. Все это называется большое лунное надувательство в истории. — Как здорово. Вот. И вот Гантпфаль, Эдгара По, конечно, вещь, с точки зрения истории литературы эпохальная, он совершенно потерялся. Как раз дело в том, что его публикация совпала как раз с пиком вот этого самого интереса к этим самым лунным мышелюдям. — О, да. — Мышелюдям, да. Так вот, с эпохи Эдгара По, правда, может быть, даже и до него. Дело в том, что, если мне память не изменяет, первым, кто написал рассказ о том, как человек на воздушном шаре вышел за пределы Земли в космос, был Вильгельм Карлович Кикельбекер. — Кто? — Кикельбекер. — Кикельбекер? — Да, Кикельбекер, да. — Саученик Пушкина? — Лицейский друг Пушкина. — Декабрист? — Да, декабрист. — Ну, как интересно. — Да, значит, у него был рассказ, где вот шла речь о таком вот персонаже. Это где-то лет за 10-15 до Эдгара По. — Ничего себе. — Да-да-да, совершенно молодой человек-то и, господи, ну… — Да, и в чём же состоял этот рассказ, суть? — На воздушном шаре полетел, так сказать, тоже на Луну. В основном летали на Луну, на Марс реже. — Ну, давайте следующий шаг. — Так вот, следующий шаг. Так вот, с воздушными шарами история продлилась в человеческом сознании вплоть где-то до 1900 года. — Ничего себе. — Да, последнее произведение, где летали в космос на воздушных шарах, это был альбом, опубликованный во Франции в 1900 году, где вот ещё… хотя это уже было время, когда… давно был опубликован, и читан, и перечитан, да-да-да. Вот, следующую картинку, пожалуйста. Вот, да, вот ещё вот один интересный персонаж, это барон Мюнхгаузен. Вот именно барон Мюнхгаузен слетал на Луну, используя, чётко используя рецепт Лукьяна. — Так. Вот, его второе путешествие связано с тем, что, значит, он плыл на корабле, корабль бурей был подхвачен и заброшен на Луну. — Евгений Анатольевич, вы знаете, вот нечаянно мы перешли к нашему следующему разделу, давайте на нём и остановимся. Собственно, это же не просто иллюстрация к барону Мюнхгаузену. Это афиша знаменитейшего фильма великого чешского режиссёра Карла Зэмана «Путешествие Мюнхгаузена». — Совершенно верно. — То есть, мы можем уже, по сути, переходить к разговору о кино. — От этого, в общем-то, будем плавно переходить. Дело в том, что это кино очень интересное. Там в начале фильма герой-космонавт. Да, кстати, фильм этот был сделан в год полёта Гагарина. — В 1961-м, 1961-м. Вышел он на экраны в начале 1962-го года, но делался он, и, возможно, был задуман ещё до полёта Гагарина или сразу после. Но так или иначе, в начале фильма герой, значит, фильма, космонавт Тоник, прилетает на Луну, высаживается на Луне и встречает компанию своих предшественников. — Так. — Серено Дебржирак, о котором мы уже поговорили. — Как интересно. — Да. Барона Мюнхгаузена. — Опять же. — Который дважды летал, нет, дважды побывал на Луне, но первое его путешествие на Луну, это было очень простое. Посеяли чудесный боб, и по стеблю боба, значит, барон Мюнхгаузен влез на Луну за четыре часа. — То есть, как Джек и волшебный боб. — Как Джек и волшебный боб. Третьи люди, третьи персонажи, которых там встретил этот самый Тоник, это были герои романа Жюльверна из Пушкина Луну, дело в том, что так его назвали в нашем переводе, а перевела эту книгу впервые на русский язык никто иной, как русская украинская писательница Маркова Вовчук. Она была приятницей Жюльверна, приятницей Тургенева и переводила первые, так сказать, произведения, первые, так сказать, издания романа Жюльверна на русский язык очень оперативно, чуть ли не в том же году. Так вот, Жюльверна, именно Жюльверна, с 1860-х годов, так сказать, XIX века, начинается история, так сказать, космической, технической фантастики. — Ну да, мы уже упоминали об этом. — Да, Жюльверн прекрасно знал, что из Пушки на Луну невозможно улететь. Но, тем не менее, он сделал такое допущение. — Ему помогали математики, инженеры. — Наверное, он пользовался консультацией. — Он серьёзно готовился. — Он серьёзно готовился, была придумана, он придумал сюжет с этой самой Пушкой, вот, хотя в какой-то мере на него повлиял и роман Дюма «Путешествие на Луну», но там, так сказать, было всё так гораздо проще. — Ну, Дюма, насколько я помню, там больше юмора, чем фантастики. — Да, 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 это такое, значит, такое. Ну, так или иначе, это как бы идея. — Это такая мини-педа. — Совершенно верно, совершенно верно. А вот уже у Жюль Верна с присущей ему скрупулёзностью, с присущей ему, значит, точностью изложения, описана была эта самая пушка, отлитая в яме, значит, изготовление снарядов. Потому что сначала ведь идея какая была у этого самого Барбекена и члена пушечного клуба? Просто ядро запустить круглую из пушки. Ну вот появляется француз, Мишель Ордан, а это анаграмма фамилии знаменитого французского такого вот культурного общественного деятеля и одного из первых фотографов Нодара, который вообще увлекался воздухоплаванием и неоднократно летал на воздушном шаре, вот, что отражено в его, так сказать, фототворчестве. Вот, и этот сам Мишель Ордан подсказывает им сделать обитаемый снаряд и запустить его на Луну. И так, в общем-то, там и вышел. Собственно, это диалогия. Первый роман – это «Земли на Луну» в оригинале, да, а второй – «Вокруг Луны». Вот давайте дальше еще посмотрим картинки. Вот Мюнхгаузен летает на своем корабле. Вот его корабль, да? Да, 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 один из его, так сказать. Дальше, дальше, дальше давайте. А, и вот, да, вот то, о чем, так сказать, мы и будем говорить. К вопросу из пушки на Луну. Да, к вопросу о том, как из пушки летать на Луну. Ну, роман Жульверно вышел, он читался. Кстати, как он назывался изначально? Изначально он назывался так, он назывался «Земли на Луну» за столько-то, там, дней, часов, минуты, такое, да, по-французски, да. У нас его сократили, так сказать, в переводе, и стали просто из пушки на Луну, и вокруг Луны. И вокруг Луны, и вторая часть, да. Так вот, значит, в 1902 году вот этот замечательный человек… Истинный француз, судя по внешности. Да, великий кудесник, великий артист, великий фокусник, великий маг, отец-основатель художественного игрового кино, Жорж Мильес. Не больше, не меньше. Не больше, не меньше. Отец-основатель. художественного кино. Именно он первый отец-основатель научного фантастического кино, сказочного и так далее. Он в одном из своих, так сказать, чудесных, в одной из своих чудесных феерий, кинофеерий, которая называется «Путешествие на Луну», объединил сюжеты двух романов. Старого уже к тому времени романа Жульверна и совершенно свежего, вышедшего только за год до того, как он снял этот фильм, романа Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». И вот в результате этого симбиоза получилась вот такая вот картина. Дальше, пожалуйста. Вот. Компания изобретателей, ученых ваяет обитаемый снаряд, загружается в эту самую машину, в этот механизм, снарядом заряжает пушку, запускает на Луну. Причем, извините, я так помню этот снаряд, запихивает в пушку полтора десятка хорошеньких герлс. Так вот они там, с ножками красивые, да, замечательные, да, вот они там провожают успешно. Интересная стартовая команда. Да, замечательная там стартовая команда, эти вот такие девушки, настоящие француженки. Ну, ля франц, ля франц. Да, конечно, конечно. Тужор лямо. Да, да, бонжор и прочее, прочее, прочее. Вот. Прилетают на Луну. Так, прилетают. Герои прилетают на Луну. Удалось. Да, удалось им достичь Луны. На Луне они уже попадают в элсовскую ситуацию, когда из неких грибов вылазят некие такие страхомудные, такие вот монструозные селениты. Значит, ну, начинается драка там, значит, их там захватывают в плен, приводят к этому вожге у Селенито. Ну, это Уэллс. Да, 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 и так далее. Да, да, да. Потом, значит, они там дерутся с этим вождем, значит, убегают к своему снаряду, снаряд сваливается просто со скалы и улетает обратно на землю. Я хотел бы еще заметить тут буквально один момент, то, что у Уэллса транспортное средство, которое доставляет героев на Луну, Кейвера и Бетфорда, оно лет так на 200 примерно более прогрессивно, чем пушка. Это антигравитационный аппарат. Совершенно верно. Обезвешивающий, так сказать, который может экранировать аппарат от земного тяготения, тогда он движется к Луне, если он экранирует аппарат от лунного тяготения, то, соответственно, он движется к Земле. Кстати, эта идея не Уэллсовская. Нет? Нет. Идея эта была высказана где-то почти за 100 лет, ну, лет за 80 до Уэллса. Ничего себе. Тоже в одном из английских произведений, вот на такую космическую тему. Да-да-да. Был, был. Я внизу вылетел из головы фамилии этого автора. Понятно. В общем, все они крадунчики. Да-да-да. Ну, что-то в этом роде. Но дело не в этом. В общем-то, Уэллс не стремился, в отличие от Джульверна, он не стремился к технической точности, к техническим деталям. У него другие задачи. Он писал социальную фантастику, он писал, занимался, по сути, футурологией, значительной степени. Написал «Муравьиное общество», где каждый из селенитов по своей физиологии от рождения предназначен к выполнению определенных работ. Да-да-да. Да, по сути дела, он написал то, что потом в хорошем старом советском фильме «Мертвый сезон» описывает и обрисовывает иностранский преступник, который изобрел психохимическое оружие для обработки человечества, чтобы выводить людей определенного типа. Профессионального. Человек-ткач, человек-столлер, человек-токарь. Человек-грузчик. И все. Вот они счастливы, что небо голубое, помидоры красные, и все такое прочее. Так что вот такая вот... Ну, насколько я помню, были в России попытки, в Советской России в том числе. Безусловно, да. Интереснейшие картины на эту тему. Да, вот сейчас вот. А вот это первая, самая первая научно-фантастическая картина только в советское время. Дело в том, что в дореволюционной России, в кинематографе дореволюционной России резко преобладывается, практически господствовало в фантастическом жанре в основном сказки. Сказки или чертовщина. Ага, мистика. Да, мистика. Сатана ликующий. И вот, кстати, тот самый автор Сатаны ликующего, вернувшийся из эмиграции в 1924 году, Яков Протазанов. Протазанов? Да, да. Режиссер номер один дореволюционного русского кинематографа, автор легендарных картин «Пиковая дама», «Отец Сергий» с великим актером Иваном Мажукиным. Он взялся за экранизацию свежайшей книжки романа Алексея Толстого «Элита». Но дело в том, что сюжет романа был кардинально изменен. Кроме Алексея Толстого там еще было два сценариста, Ацеп и Файко. Изменен был сюжет романа. По сути дела, все лунные эпизоды, снятые, так сказать, в стиле, созданные в стиле авангардного советского театра. – Это конструктивизм. – Совершенно верно, инструктивизм. Костюмы там делала великая художница Александра Экстер, модернистка, бывшая киевлянка, которая потом переехала в Москву. Декорации делал замечательный художник. – Героиня. – Да, героиня. Блистательная красавица Юлия Ипполитовна Солнцева, будущая муза Александра Довженко в роли принцессы Марса. Но дело в том, что по сюжету в основном все это приснилось герою, этому инженеру. И по сюжету этого фильма его идея космического полета является неактуальной. – Вот так? – Да, актуально это строительство Волховстроя. Он работает на Волховстрое, он получает командировку, он туда едет. Вообще, самое интересное в этом фильме это не марсианские эпизоды, а потрясающая совершенно хроника московской разнообразной жизни первой половины 20-х годов. Эпохи преднеповской и неповской. А это красивые картинки, которые просто происходит вот такая вот космический полет. Ну, и так по-толстому устраивают эти герои революцию. Вот дальше, пожалуйста. Вот замечательный Гусев в исполнении Николая Баталова. – Насколько помню, это дядя известного более позднего актера Алексея Баталова. – Совершенно верно. который поднял на Марсе революцию. характерным актером тоже осталось в Крыму в оккупации. Они добились вместе со своими друзьями у немцев право открыть театр. Театр этот работал в Симферополе. С помощью этого театра очень много молодых ребят были спасены от угонов в Германию. Они занимались активной подпольной деятельностью и были разоблачены и там их выдали в начале за три дня до освобождения Крыма от немцев. – Ладно, были еще подобного рода попытки в советском кино? В те годы начальные? – Были не просто попытки, а был целый опыт. Дальше, пожалуйста, сейчас посмотрим. – Ух ты! – А, вот еще вот это очень интересный сюжет это Германия. – О! – Годы те же? – Да, годы те же. – 20-е? – Конец 20-е годов. Немое кино и элита немая. Германия 29-й год. Великий немецкий режиссер Фридс Ланг. Классик, уже живой классик. – Метрополис. – Метрового кино, уже снявший свой знаменитый фильм «Метрополис», уже снявший легендарных Нибелунгов. – И, господи боже, мы чего он только там не делал, там «Усталая смерть» и так далее и тому подобное. Да, он сделал техническую, он экранизировал «Фантастический роман» о полете на Луну, «Женщина на Луне». – Ух ты! – Да, «Женщина на Луне». Фильм называется «Фрауэймонт». – Прямо-таки «Женщина на Луне». – Да, «Женщина на Луне». Дальше, пожалуйста, посмотрим. И дело в том, что… – Это его корабль? – Да, да, да. Он привлек в качестве консультанта учителя Вернера фон Брауна, конструктора первого немецкого ракетчика Оберта. – Герман Оберт? – Да, совершенно верно. Герман Оберт был консультантом этого фильма. Вернер фон Браун работал на подхвате в павильоне рабочем, совсем молодым человеком. – Будущий конструктор ракет Фау-2. ракет совершенно верно. Фау-1 литокрылатые ракеты и Фау-2. Так вот, был сооружен старт почти такой, как вот потом уже на космодромах это все происходило. – То есть, это было предвестие как бы настоящих стартовых конструкций. – Вот это вот эпизод, когда ракету вывозят из ангара в вертикальном положении. И там еще предвосхищено еще очень целый ряд очень любопытных вещей. Ракета ее потом выпускает в шахту с водой и она стартует из шахты. И именно Фрис Ланг со своей, ну, очевидно, он сам или сценаристка, или они вместе, изобрели обратный счет. – Как потрясающе. – При запуске ракеты вот они там считают 60 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 20, 10, а потом 4, 3, 2, 1, старт. – Поехали. – Именно там в этом фильме 29-го года «Женщина на Луне» и появилась. Ну, там уже воспроизведены эпизоды с перегрузками, с невесомостью. Вот, все это было уже известно. Вот, дело в том, что Оберт переписывался с Целковским. – Вот как? – Да, труды Целковского. И эта переписка известна, она опубликована. Да, Ксений Эдуардович был в курсе работ своего немецкого коллеги. – Маленько советовал. – Да, что-то там советовал. Ну, вот, ну, там уже, так сказать, на Луне там уже чисто, так сказать, фантастическая история, там атмосфера, оказывается, пригодная для жизни. – Ну, естественно. – Да, сумасшедший профессор находит золото и так далее. – Женщина должна быть красивой, она же не может ходить с кафандрой. – Да, а корабль называется Фрида. – Фрида. – Фрида, Фрида. И героиню тоже зовут Фрида. – Ну, понятно. – Дальше, пожалуйста. А вот это уже Циолковский. – Так, в качестве консультанта. – В качестве консультанта, да. 1935 год. Замечательный советский фильм режиссера Владимира Журавлева «Космический рейс». Для него были созданы, спроектированы Циолковским два ракетоплана. 30 чертежей было изготовлено. – Сколько? – 30 чертежей было, эскизов было сделано самим Циолковским. По этим чертежам были сделаны модели великим художником Юрием Швецом, который одновременно работал над знаменитой картиной «Новый Гулливер», два ракетоплана. – А масштаб какой был, не помните? – Масштаб был, ну, масштаб был оптимальный, масштаб был приблизительно… – Ну, не натура, да? – Не натура, нет-нет, конечно, не один к одному, но снималось это так, вот, вот кадр там. Значит, Иосиф Сталин ракетоплан первый, Клим Ворошилов ракетоплан второй. – Понятно. – Вот, значит, взлетает, значит, они стартуют на Луну, достигают Луны, есть невесом, перегрузки, есть невесомость, причем перегрузки они переносят в камерах, залитых водой. – Я прошу прощения, Евгений Леонардович, насколько я понимаю, это был фильм уже больше познавательный, чем развлекательный. То есть, то, что вы рассказываете, там огромный элемент науки. – Ну, конечно, конечно. – Это был в определенной степени научно-популярный фильм. – Это был и научно-популярный фильм, и, вместе с тем, сюжетный, потому что там космический заяц. – Ага. – Да. – Его находит, наверное, профессор. – Да-да-да-да. Ну, мальчишку там, то есть он, как бы, так сказать, он там, профессор берет этого мальчишку с собой. Ну, настоящий космический заяц это в немецком фильме, там мальчишка просто… – У Фрица Ланга? – У Фрица Ланга, да, мальчишка прячется. Он был помешан на комиксах про Ника Картера в космосе и спрятался внутри этого корабля, его потом разоблачили, он там потом активную роль потом, значит, этот корабль на землю возвращает. Вот. Так вот, здесь есть скептики, которые… – Да, собственно, извините, это же уже была к тому времени издана серия романов Эдварда Райса Берроуза о Картере. – Так, романы о Картере начали уходить еще на рубеже 19-20-го века. – Совершенно верно. – Ну, это чисто, это чисто. – Чисто, но полеты на Марс. – Да, полеты на Марс, но это все-таки фэнтези. – Да, потому что он туда переносится буквально усилием мысли. Вот он был на земле и вдруг обнаружил себя на Марсе. – Да, да, это чисто. И фэнтези все-таки герои Алексея Толстого взлетали на ракете. Так вот, что интересно, что ракетопланы Циолковского, они стартовали не так, как ракета в фильме Фрица Ланга. Они стартовали с направляющих эстакад. По сути дела, этим предвосхищались будущие, Катюш. – Ясно, реактивные минометы. – Да, реактивные минометы, да. И в какой-то мере, в общем-то, это тоже, это была одна из идей, которые, ну, которые породили реактивную всякую авиацию, возможности. Циолковский считал, что, значит, можно использовать вот такую технику. Ну, для космических полетов она потом не использовалась, хотя разработки такие были. – Как назывался этот фильм? – Космический рейс. – Космический рейс. – Космический рейс, да. – Ну что, давайте пойдем дальше. – Да, поехали дальше. Ну, и вот, дело в том, что после космического, да, вот, после космического рейса его ремейк, фактически ремейк, там, хотя с определенными сюжетными нюансами, был через два года сделан в гитлеровской Германии. – Так. – Да. Это называлось, фильм как-то назывался «Ракетоплан номер один» или «Полет на ракетоплане номер один». – Все было содрано, вся технология была содрана с нашим фильмом. только это был «Бесстрашный космонавт-фюрер». – Да, там команда была, там была команда, но «Ракетоплан» был очень похож на советский и стартовал он тоже с направляющей эстакады. – То есть, на свое ума не хватило? – Совершенно верно, да. И это был, шаг назад по отношению к фильму «Ланга», который к этому времени уже эмигрировал, осудил фашизм и, в общем-то… он в Штаты эмигрировал, он там достаточно успешно работал. – А это уже другое. Дело в том, что в немецком, в конце 30-х годов, в американском, кино 50-х годов, в основном перепевались сюжеты более раннего времени. Вот, скажем, еще одним своеобразным ремейком в техническом отношении того же космического рейса был американский фильм 50-го года «Ракетный крейсер», там номер XM как-то он там назывался, там тоже эстакады, там тоже вот такой вот взлет, так же, как в космическом рейсе. А вот новаторство в, так сказать, в деле научно-фантастического и даже научно-популярного освоения космоса проявили именно наши кинематографисты, советские кинематографисты, причем было несколько центров такого рода кинопроизводства. Это «Ленинград», «Леннаучфильм», это «Киев» и «Одесса». «Леннаучфильм»? «Леннаучфильм», да. Все-таки научно-популярный момент там был очень серьезный. Это были просто научно-популярные фильмы, вот там потом немножко... Да, и об этом фильме чуть-чуть. Да, об этом фильме чуть-чуть. Но же фильм этот был сделан как раз в Киеве. Ух ты! «Небо зовет», да. Кто и когда его делал? Да, сделал его в 59-м, ну, в 58-м, видимо. Снимался в 59-м, он вышел. Режиссер Михаил Корюков. Он работал... Корюков, да. Боже, я его знал лично. Ну вот. Я с ним встречался. Да, это был замечательный человек, замечательный энтузиаст. Он уже был глубокий старик. Да, да, да. С ним работал тот же Юрий Швец, который делал космический рейс вместе с Журавлевым. Вот. Они сняли фильм, которым была масса всякой выдумки такой космической. Вот именно это «Небо зовет», да? Да, именно «Небо зовет». И не случайно эти... А куда они летели? Они летели на... Если мне память не изменяет. На Луну или дальше? То ли на Луну, то ли на Марс. Я сейчас боюсь. Ну, не суть важна. Боюсь. Короче говоря, они куда-то там летели, да. Но там были картины космоса, картины кораблей. И вот этот фильм был куплен в Голливуде. Так. Куплен Роджером Кормином. И через два или три года перемонтирован. Вот следующую картинку. Вот. Вот это рекламный постер перемонтированного варианта «Небо зовет», который называется «Битва за пределами солнца». Там было все... Он был переозвучен, перемонтирован. И там был сюжет, апокалиптический сюжет, там гибели Земли, там атомный взрыв какой-то там ставили. Но актерам были даны... Я так понимаю, у Корюкова этого ничего не было. У Корюкова ничего не было. другая песня совсем. У Корюкова такой эфремовский фильм, в общем-то. Да. Прекрасное будущее коммунистическое. Да, прекрасное будущее коммунистическое. Все это такое. Даже не совсем будущее, а почти настоящее. А здесь это вот такое вот всякие чудища там апокалиптические. Ну, сколько я понимаю, если битва, стало быть, это тоже одна из картин предшественниц «Звездных войн». Ну, да. В определенной степени. Да, но дело в том, что до «Звездных войн», а до «Космической одиссеи» и «Кубрика» вся космическая фантастика американская в основном было малобюджетное кино. А, недорогим. Это недорогие фильмы были. Они еще не понимали, что на фантастику можно хорошо потратиться и что это окопится. Да, много денег на это не давали. Евгений Ленардович, значит, на этом мы с вами давайте сегодняшний наш разговор закончим, потому что мы с вами уже пришли в совсем другую эпоху. Это уже эпоха фантастической индустрии, причем чрезвычайно дорогой. Ну, ладно, не будем забегать вперед. Пусть, так сказать, будет такое предвкушение нашего будущего разговора у зрителей программы «Кремниевая долина на Днепре». Очередной выпуск, который вы смотрели, мы говорили об отражении темы космических полетов в культуре и искусстве. Мы этот разговор продолжим. Моим гостем был кандидат исторических наук Евгений Леонардович Гороховский. И я, как всегда, автор, ведущий, ваш покорный слуга Андрей Дмитрук. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok